И эрмоядерный приветик, товарищи, с вами плейбой атомный и игрушка гигасоблазнитель. Мы разговариваем с девушкой не особо умной, которая читает Гарри Поттера, но которая выглядит сексуально. Вот, кстати, платье. Платье много говорит. Смотрите, у неё фактически лифчик виден, и верхняя часть платья прозрачная. Как вы думаете, она хочет говорить о Гарри Поттере или она хочет секса? Вот тут можно такой вариант ответа. Что она хочет? Так как вы понимаете, что она хочет, вы можете сводить всё к сексу и увезти к постели. И это будет легко. И не надо никаких других там замуток и прочих вещей. Выяснить логистику, живёт ли они вместе, нужно ли им завтра на работу. Это можно. Рассказать про свой опыт сафари-охоты в Южной Африке. Да, вегетарианке, чудесно. Поговорить про её хобби. Не, давай логистику выясни. А, Вики вегетарианка? Ну, нет. Она любит мясо. Окей, но вы живёте вместе? Нет, 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 нет. Окей, кто вы живёте вместе? А с кем ты живёшь? Это не секрет. Ну, я логистик. Окей, это хорошо. Окей, это хорошо. И завтра, чем будешь заниматься на работе? Ты работаешь? Ты работаешь? Ну, я думаю. Дай подумать? Нет. 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 Так за собой. Это круто. Вы собираетесь сюда. Да. Неважно, если я встану, да. Моника, хе-хе-хе. Сначала ты встречаешь девушек, затем ты хочешь узнать, что вместе живут они вместе. Всё это связано с логистикой. И это очень важно, когда будет решать, получится ли у тебя пригласить этих девушек куда-нибудь и к себе или к ним пойти. Похоже, они очень хорошо гладят. Да, кажется, думаю так. Ну, а что, поехали посмотрим к тебе в кино какое-нибудь посмотрим. Всё. Вот так прямо можно и говорить. Вот в этом случае так прямо говорить и всё, и вы уезжаете вместе. Эх, у меня, к сожалению, ситуация не та, чтобы привозить к себе девушек. Вот. Да. Печалька. Ну, а так, в принципе, оно вот так вот просто и происходит. То есть, правильно, вот сейчас он сделал правильно, действительно, вопросы логистики, то есть, где она живёт, далеко ли это находится. Между прочим, спросить стоит такие вопросы задавать и узнать, рассказать про свой дом, если вы можете к себе отвезти, да. Или про дом друга, что там классные вечеринки проходят то-то, то-то. Или про съёмную квартиру, если есть такой вариант. Соответственно, спросить, где она проживает там и вот так аккуратно спросить, тем более она вот так вот одета. Это всё пройдёт, и теперь её можно прямо забирать с собой. Предложить сфотографироваться и, пытаясь получить хороший кадр, предлагать другу потрогать её. Зачем её трогать, если она даст себя потрогать тебе? Сказать её подруге, твоей девушке, как хорошо они смотрятся вместе и поддержать их связь. Вы знали, что я лицензированный священник. Думаю, надо вас поженить прямо тут, начать церемонию. Я согласен, и вы можете поцеловать невесту. Забавный прикол, но я не знаю, сработает. В этой ситуации вполне сработает. Тем более, так как он может всё запороть. Окей, я тут закончил, веселитесь, уйти. Да тут и всё, приглашать. Пошли вместе прогуляемся там. Ну и всё. Да, смотри, они круто смотрят. Эй, Грег, подойди. Знаете, вы замечательно выжить. Знаете что? Я на самом деле лицензированный священник. Я могу поженить вас. Давайте. Специальное кольцо. Берёшь... Не-не-не, я не буду. Не-не, это не смешно. Не-не, это не смешно. Не-не, это не прикольно просто... Я не хочу это делать. Почему? Ты уже не жаленник. Не-не, я не жаленник. Я этого не сделаю. Ты лесбиянка? Что? Дураки, Вики. Чувак, что с ними? Не знаю. Они иногда странные. Бывает такое. Смешно, но немного напряженно. Поэтому всё может сорваться. Как это только что и пошло. Ну, смотрите. Был бы я, например, в напарниках с Чейзером. Был бы в напарниках с Выживатором. Или с Иваном Герасимовичем. Да? Канал SkyTop. Я бы такого не делал бы, шутки. Но если бы я был бы с реальным... Этим самым... Путешественником-реалистом. С кайфовщиком. Можно такое сделать. Они поймут, и это всё будет крутая шутка. Вообще, девушки какие-то тут топорные. Вполне понятно, что это шутка. Вполне понятно, что никто на самом деле женить не будет. Ну, просто поэтому её реакция вообще неадекватна. В реальности девушки проржали бы и сказали, ага, прикольно. Вот. Вот так вот. Поэтому... Давайте, окей, веселитесь и уйти. Да, они отлично ладят. Так что работа моя закончена. Всё. Замечательно. Ладно, я пошёл. В стрип-клуб. Пока. Пока. Пока что случилось, чёрт возьми. Ага, не беспокойтесь. Он на своём пути. Я, конечно, советую пойти в стрип-клуб, но тебе нужно задержаться здесь своим другом и помочь ему. Потому что в следующий раз он поможет тебе. Да он уже сам справляется. Если не хочешь с ней знакомиться, то, блин, ну вообще не надо было этого делать. Зачем? Подходить вот так вот. Но на самом деле девушка вот эта, она уже ожидает в реальности. Она бы уже ожидала, что её заберёшь к себе или к ней поедете. Поэтому тут потрогать. Вот это всё затягивание идёт. Я бы... Я бы... Я бы забирал бы, да? Если бы она мне нравилась. Да, они смотрят за это. Во-первых, они довольно высокие, в этом они очень похожи. Ему нравятся высокие девушки, и она тоже высокая. Кстати, у неё пузи какого-то или что-то. Что за счёт? Она хорошая девушка, она чудесная девушка. Я думаю, твоя другая повезла. Надеюсь, им всё получится. Давай просто посмотрим, как всё пойдёт. Да давайте уйдёте! Зачем вы близкими? Ты не говоришь такие вещи. Но ты говоришь это другу, потому что знаешь, что после этого они будут говорить о нём, и ты хочешь, чтобы девушка, с которой ты общался, говорят приятные вещи о своём друге. Поэтому это правильный выбор. Да он уже сам разберётся! Всё! Зачем? Дать своему другу решить, что делать потом. Прижить свингерскую вечеринку. Нет! Вот с чейзером — нет. С кайфовщиком — да. Потому что кайфовщик знает, что такое свингерская вечеринка, знает, как себя вести. И ему нравится такое, а чейзеру такое не нравится. Вот и всё. Предложить пойти в другое место, убедить сначала свою девушку, чтобы она убедила подруга. Зачем? Пусть они развлекаются, отдыхают, пошли вместе. Всё! Тут наши пары расходятся. Это тот момент, когда пары идут по своим делам. Ну, неправильно. Моника, вы думаете, что это место будет немного длиннее, Это безостановое след. Может, пойдём? Время автопартия. Да, отлично. Пошли ко мне. Да. Да. Ребята, давайте пойдём ко мне. Да, пойдём. Да, пойдём. Потому что она откажется в меньшинстве. Ну, снова-таки, если вы вначале договорились, и у вас есть место, куда вдвоём, то есть вчетвером пойти, да, то тогда можно так сделать. Но в моей ситуации у меня нету места, куда бы мы могли вчетвером пойти. Поэтому получится так, что мы уйдём вместе к ней, а он с девушкой уже будут договариваться, куда идти. Вы найдёте ситуации, в которых вы сказали, что я думала, что она понравилась. Нет, нет, я не знала. Ну, почему я говорила с другим другом за 30 минут? Я не знаю, я думала, что она понравилась другим другим другом. Для того, чтобы избежать всех этих мискоммуникаций, которые могут происходить, выходит, чтобы просто потратить немного времени, думать о возможных возможностях. Знаете что? Давайте следующий уровень. Он много говорит. Это коллеги по работе теперь. Сейчас он будет разговаривать с коллегами по работе. Кстати, актуальный вопрос. Итак, уже неправильно. Девушка работает, она никаким образом не показывает, что хочет разговаривать. Не надо с ней разговаривать. Есть люди на работе, которые хотят поговорять и пообщаться. Вот с такой никогда не разговаривать. Вот на работе, когда я вижу вот такое лицо сидит и работает, я ничего не говорю. Можно заговорить, что это будет раз-две фразы, это не будет разговора. Есть люди, которым по их видно, что они скучают, что они смотрят там по сторонам, они не так сосредоточены на работе. Вот с такими заговорить и поговорить о чем-то уже можно. Поэтому неправильно он показывает это все. Ты всегда играешь в Candy Crush? Не может быть 495 уровень? Спросить, как продвигается, это что-то странное. Я не знаю, чем она занимается, поэтому она не играет, по-моему. Спросить, как продвигается работа над отчетом. Кто этот парень? У него крутые мускулы, но разве на работе можно рассматривать голых парней? Я, кстати, не видел, что кто-то на работе такой рассматривает. Боже, ты такая сексуальная, если бы мы не работали вместе. И вот, например, когда девушка интересна, у меня разговор был тоже на работе, но девушка по-другому себя вела. Она реагировала, она общалась, и потом, когда она там в платье говорит, классное платье у тебя, ты представляешь какие-то сексуальные вещи? Да, я представляю. И это продолжало диалог. Я рассказывал в предыдущих сериях про то, что она подходила, начала поправлять мою курточку, чтобы нормально все было общаться. То есть, видите, пошло как все. Потому что сама девушка тоже настроена на секс. А в этом случае тут ничего нет. Поэтому спросить, как продвигается ее работа. Ну, снова таки, да, можно это спросить, но это не приведет к диалогу. Потому что она закрыта, она сосредоточена на работе. У нее, например, цель там хорошо заработать, там какой-то отчет взять. Она на своей волне, не надо с такой разговаривать. Поэтому можно вот такую открывашку сделать, но это не будет никакого нормального диалога. Ну, как продвигается отчет? Медленно, медленно, но сроки подходят. Так что мне надо поработать над этим. Через два дня. У тебя много осталось? Думаю, я бы сделал большую часть анализа, но на данный момент мне сейчас в своих словах все такое. То есть, сейчас просто пишешь, а информация уже оформлена? Да. Я надеюсь, что справились ко мне. Я уверен тебе. Ты обычно работаешь быстро. Спасибо. Самая главная цель, это перевести разговор из офиса в что-то социальное. Затем что-то романтичное. Поэтому крутиться вокруг тем офиса не стоит. Тебе нужно двигаться дальше. Снова-таки смотри. Так что ты думаешь об этом новом парне, Джеффри? Он хороший парень, нормальный. Но моя подруга с ним встречалась. Правда, да? А я слышу, что... Да ладно, потрясающе сплетний выпуск. Спасибо. Мир 10, так, да? Ну, кажется, он нормально. Ничего не против. Это не имеет значения. На сплете круто. Спасибо за это. Без проблем. Вот тут противоречие. Смотрите. Она по ее мимике, по ее поведению, она сосредоточена на работе. Если вот вы видите такое поведение, то не получится разговор. Плюс, когда вы спросили вот такой диалог, она говорит, что у нее сроки горят. Скоро сдавать отчеты, ей много еще чего сделать. Она хочет закончить этот диалог, а потом уже разговаривать. Поэтому не стоит ее отвлекать. То, что он сейчас показывает, это вредит общению. Это, во-первых, вы будете себя чувствовать некомфортно. Потому что вы задаете эти вопросы, задаете, а что-то ничего не получается. Почему? Не понимаю. А потому что у нее сейчас в первую очередь сдать отчеты, это для нее важнее. Вот. Поэтому в этом вопросе вы будете хоть Дэвидом Копперфильдом. Я не знаю, хоть кто такой самый разговорчивый. Ганди, например, да. Или каким-то телеведущим, телешоу, да. Всемирно известным там, допустим. Да я не знаю, Гарри Бульдог Харламов, например, вот пришел в голову. Или там этот самый Пучков, например, пускай Гоблин, который тоже много разговаривает. У вас не получится разговора, не потому что вы плохой, не потому что вы что-то не так задали, а потому что она занята и у нее в первую очередь идет отчет. Вот та ситуация, где у вас не получится диалога, не потому что с вами что-то не так или с ней что-то не так, а потому что у нее другая цель, более важная. И поймите, работа имеет большое значение и хочется зарабатывать деньги, да. Поэтому она сейчас будет занята и в реальности не получилось бы диалога. А тут она что-то сама начала разговаривать. Сидела, сидела сосредоточить, потому что это постановка. Спросить, что она делала на выходных. Рассказать, с какой классной девушкой ты переспал на прошлой неделе, чтобы она ревновала. Да зачем? Наоборот, это очень плохо будет. Поговорить о том, как ужасно, что отменили бесплатные ланчи по пятницам. Ну, можно об этом поговорить, да. Рассказать, какой классной девушкой ты переспал. Ну, вот это, это самохвальство. Если нет доказательств, она не поверит. А если доказательства, это еще не тот уровень разговора, чтобы перейти непосредственно к тому, как ты крут. Вот. Хотя можно, знаете, даже это можно перевести в тему, которая сработает. Каким образом? Рассказать, с какой девушкой он познакомился крутой. Фотки, допустим, показать, вот еще что-то отдыхали. И спросить, а с каким парнем она общалась и знакомилась. Это рискованно. Более надежный вариант это, а ты с кем зажигала там и прочее, и прочее. Вот я вчера на прошлой неделе зажигал с такой-то девушкой. Она была в чем-то хороша, а потом мы расстались. Потому что, ну, причина какая-то была, по какой расстались, допустим, там, плох секс оказался. Вот. Я тебе, как повезло с этим. И как раз заодно узнаешь, по поводу, есть у нее отношения или нету отношений. Может что-то получиться или не может что-то получиться. Поэтому, снова видите, типа тема, которую нельзя поднимать. И я вам показываю, как тему, которую нельзя поднимать, превратить в тему, которую можно поднять, которая хорошо пройдет и хорошо сработает. Потому что я понимаю потребности девушки, я поднимаю свои потребности и понимая, как свести эти потребности вместе. Спроси, что она делала на выходных. Что ты делала на выходных? То же самое, что на каждой неделе. Напивалась. Ты каждую неделю напиваешься? Да, я молода. И ты всегда приходишь на работу вовремя? У тебя нету бутылки под столом? Нет, пока нет. Это может случиться позже. Отлично, хорошо. Да. Переход от темы работы к более личным темам. Например, спроси, как она провела выходные. Никто не скажет, что такой вопрос слишком личный, потому что нормально спрашивать такое. Это дает больше шансов сблизиться. Поэтому отлично задать. Ну да, для новичка подойдет такой вопрос. Это нормальный вопрос. Но даже вот те криповые вопросы, если правильно задавать, они работают. О, на следующий выходной уже праздник будет выходной. У тебя есть план? Да, есть. Я еду с друзьями в Лас-Вегас. Может, выйду замуж, никто не знает. А, ты знаешь, да, шутка. Ты же знаешь, да, да, конечно. А ты? Да, у меня большие планы, даже несколько вариантов. Надо решить, разные люди пригласили за нас и крутыми вещами. И какие варианты? Ну, знаешь, например, слетать кое-куда, посетить топ-вечеринки. Один из моих друзей дружит со звездой, и у него будет вечеринка на Голливудских холмах и все такое. Ну, в любом случае, расскажу тебе позже. Гибилизмом! Хорошо, хорошо. Вот так и сливаются, выбираем мудро. Вот это слив. Это уже начался слив. У него. Эх, я знаю, что тебе надо. Ты очень напряженный вообще-то. Я знаю, я очень напряжена. Я имею в виду с этим новым боссом, с начальником отдела. Он так давит на нас. Мне серьезно не нравится направление, куда двигается компания. И снова перевел к делу. Смотрите, мне не понравилось то, что она пьет. Она часто выпивает, она про это говорит. Алкоголизм, я категорически против, я за здоровый образ жизни. И у меня сейчас проблема, я думаю, по поводу того, где уводить девушек секс на работе. Можно попробовать в туалет увезти, но я никогда еще такого не делал. Я не уводил на работе девушек в туалет, чтобы прямо на работе в туалете сексом заняться. Это для меня в новинку. Я не знаю, получится или не получится. Больше шансов, что будет неудачно что-то. Но, тем не менее, это тот вопрос, который стоит у меня сейчас. А конкретно, что здесь. Вот смотри, она сама начала спрашивать за выходные. То есть, если бы он сказал, что у него свободные выходные, можем что-то замутить, она бы согласилась. И вот уже все, свидание. Вот так вот быстро все происходит. Решается все, когда нет комплексов. Вы понимаете, что хочет она, что хотите вы. Все решается крайне быстро. Даже можете удивиться, с какой скоростью сверхзвуковой все это происходит. А тут он начал затягивать, он начал выставлять. Он там с крутым другом, который со звездой на вечеринке меня приглашает. Вот это то же самое бахвальство, что рассказывает, что я суперкрутой телкой зажигал. Вот какая крутая телка. Только тут рассказывает, какие крутые мужики. Да, у меня такая крутая машина. Это все из той же оперы. Это хвастовство, которое ни к чему не ведет. Наоборот, только минус дает. Не согласиться и переубедить ее, посоветовать ей медитировать. Это не настоящая компания. Мы просто герой ведеем. Херня какая-то. Это даже не медитация. Спросить, хочет ли она ночью с тобой прокраситься в его офис и нагадить там. Это как-то слишком, знаешь, просто согласиться. Ну, я согласен. Неправильный путь управления отделом. Давить на людей недопустимо, потому что так не добьешься от них хорошего результата. Да, ты полностью права насчет этого, но начальство, господи. Знаю, знаю, старый начальник был намного лучше. В разы. Его рубашки такие отвратительные, да. Блин, как это отвратительно на самом деле. У него нет стила, это точно. А я такой крутой, на этой роскошной машине, посмотрите на меня. Блин, как дешевая барышня. Я бы с таким не общался. Я бы у такого не учился. Я бы с таким вместе, как напарники, не пошел бы сцеплять девочек. Ни в коем случае. Слишком женственно. Если ты считаешь женаче, нужно переубедить, нужно быть логичным. Сейчас я прокомментирую это. Ты работала на Баттфорта, Баттфорта и Бутинт. Верно, да. И что случилось, почему ты ушла оттуда? Мне было скучно и недооценивала. Я почувствовала, что способна на большее. Мы тебя тут... Большое спасибо, это приятно. Я буду помнить. Спасибо. Ты хотел бы разузнать, встретиться ли она, встречаться ли она. Она сказала, что у нее выходные свободны. Зачем? Алло, гараж. Алло, гар... Блин. И вот он рассказывает про мастер встречаний с девушками. Да что он знает. Вот это все, обговаривание людей за спиной, рассказывание плохих черт, как же это отвратительно и паскудно. Понимаете? Я стараюсь говорить прямо человеку то, что думаю о человеке. Если есть какие-то недостатки, я говорю об этих недостатках прямо. Когда они действительно актуальны и мешают чему-то. Если есть какой-то разговор, допустим, я про чейзера говорил, что я не знаю, что сказать про него с точки зрения, чтобы поднять его сексуальность в глазах девушек. Не знаю, что рассказать. Но я говорю это прямо. Вот он посмотрит это видео, если он посмотрит. Да пожалуйста. Вот я такое мнение имею. Я высказал его в теме, когда вот эта тема всплыла актуально. Вот таких каких-то подлостей, как он говорит. О, это типа, это слишком крутой там или еще все. Вот я, если я негативно отношусь к людям, я стараюсь, ну, если мне это не нужно, я не говорю ничего негативного. Но если это что-то важное для меня, и это имеет значение, то я выскажу. Выскажу что-то негативное. Вот прямо. Более того, я позволяю людям иметь свою точку зрения, с которой я не согласен. Допустим, девушка верующая, она говорит, что она верующая. Хорошо, я позволяю. Я ей прямо так и говорил. Знаешь, ну, то есть могут быть разные взгляды у людей, но я нормально отношусь к другим взглядам, если эти взгляды не навязываются мне. Ну, и я никаких взглядов никому тоже не стараюсь, не навязываю. То есть это дело людей. Я могу рассказать про свои взгляды, почему я так думаю, но не пытаться навязать эти взгляды кому-либо другому. В этом разница. Вот. И поэтому вот она верующая, а я атеист. И мы дальше общаемся, несмотря на то, что она верующая, несмотря на то, что я атеист. Я скажу, ну, ты веруешь, значит, это тебе надо. Оставайся с этим, вот пусть это будет у тебя, для тебя это важно. Я могу даже усиливать вот эту черту, которая для нее имеет значение. Для меня вера не имеет значения такого. Я атеист, я на основе науки смотрю многое. Мне не нужны никакие религиозные ритуалы, потому что я пользуюсь психологией, более высокими методами работы с психикой, более высокого уровня, чем то, что религия делает. Вот поэтому мне не надо религиозные ритуалы для того, чтобы очистить свою совесть, чтобы мне легче стало и прочее, прочее. Я без этого обхожусь. Ну, а ей нужно. Ну, пусть будет вот так вот. Но я не буду рассказывать, что я верю или еще что-то такое. Вот девушки, например, меня спрашивали по поводу того, я выступаю за многоженство. И они меня спрашивали, мусульманин я или нет. Я сказал, что нет, я атеист. Потому что хотелось ответить, что типа да, я мусульманин, но мусульманство мне тоже не нравится, как и христианство. Единственное, то, что многоженство у них хорошо, это все. Больше ничего нет хорошего. Поэтому и не буду я рассказывать. Но с мусульманами я тоже общался. И я там, допустим, смотрел, как здороваться с ними, там, то-то, то-то. И я нормально отношусь к тому, что они верят в Аллаха. Ну, верят так верят. Я иногда могу по приколу поздороваться в Аллах Акбар. Мне это просто забавно. Ну, я не про Аллаха. Не-не-не. Я атеист. Хотя, если говорить, то мусульманство мне больше нравится, чем ислам, мне больше нравится, чем христианство. Потому что это многоженство. Но все равно больше я атеист. Поэтому, ну да, они веруют. Пусть себе веруют. И я много так общался и говорил. Ну, вот вы веруете. Оставляйте себе веру. Вот вы имеете право. Но не надо мне ничего навязывать. У меня свои взгляды. Я руководствуюсь греческой наукой, такой этикой. У меня этические нормы. Они есть. Они немного другие. И они без религии. Но этика есть. Так, спросить, какие у нее планы на отпуск. И с кем она собирается. Зачем это спрашивать? Что отпуск быстро? Поговорите. Даже еще не встречались уже об отпуске. Слишком далеко. Этот вариант плохой. Потому что вы говорите об отпуске. Хотя вы с ней даже еще не встречались. То есть, это можно обсудить. Но она будет воспринимать это просто ла-ла-ла разговор. Это не будет вас сближать в плане интима. Поговорить о ценах на недвижимость. Чтобы перейти к вопросу. Снимает ли она квартиру и с кем живет. Можно таким образом сказать, что она не самый лучший вариант. Но вполне. Не, да. Сказать, что она наверняка сейчас одинока. Так, как всегда замечательно выглядит даже на работе. Нет. Но она одинока, потому что у нее нет плана. И она узнавала у него планы. Все. А там уже можно было договариваться обующих планах. Прямо спросить ее, встречается ли она с кем-то. У тебя точно есть парень? Даже должен быть, посмотри на твои ноги и руки и стопы. Блин, это что-то слишком затянутое и извращено. Вот любит он все испортить. Встречается ли она с кем-то? Да уже понятно, потому как она себя ведет, что она ни с кем не встречается. Не надо ничего говорить. Уже понятно. Но давай спросим напрямую. Хотя он скажет, что это плохой вариант. Я тоже. Но можно и напрямую спрашивать. То есть этот вариант вполне работает. Нет, послушай, вопрос по поводу отчета. Ты с кем-то встречаешься или нет? Как это относится к отчету? Я не знаю, просто пытался узнать тебя лучше. Нет, я только что расстался с вами парень. Это ужасно. Да, почему ты улыбаешься? Я всегда думаю, что когда ты в отношении встречаешься, а когда без отношений у тебя есть возможность встретиться с кем-то новым. С кем будешь встречаться? Знаешь, может быть, с кем-то, кто рядом, может быть, с кем-то, скорее всего, более далеким. Кто знает. Отлично. У меня разбито сердце, но спасибо. Все будет хорошо. Спасибо. Тебе повезло, конечно. Но это не очень прилично. Блин, заткни свое приличие в одно место. Более изящным способом. Нет, можно напрямую спрашивать, и это нормально, после обеденного перерыва. Ладно, ребята, я сейчас тогда ухожу на обед, что поделать. Вы оставляйте комментарии, делитесь видео, оценивайте, задавайте свои вопросы. Вообще, проявляйте максимальную активность. И если вам нужны консультации и психологическая проработка своих комплексов в плане отношений, можете ко мне обратиться. Что у тебя сегодня вон обед? Индийская кухня, индийская, да. О, классно, мне нравится, потому что в Англии у нас много индийских ресторанов. Да, я слышал, очень много индийских ресторанов. Меня очень нравится. Что ты ела? Курицу карри. Спайси? Да, спайси, я люблю спайси. Да, я люблю спайси. Наверное, я езжу, я ловил пиво. Да-да, хорошая догадка. Ты знаешь меня. Он быстро скатывается в дружбу. Ну, до следующего эпизода, товарищи.